Что ж, всем привет, с вами Степан Путешественник, и сегодня мы отправляемся в путешествие по пруду Яновой Шептуховки. Делаю видео на две части, потому что там будет слишком много всего, по крайней мере, что я планирую сейчас делать. Я планирую приехать на Шептуховку, пожарить там сардельчик, но не буду сдерживать, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, доехал до Шептуховки, сейчас вкратце расскажу приблизительно, как проходила поездка. Я где-то за час приблизительно доехал до Манькова, это еще приблизительно километров так, 12, да. И вот до Шептуховки, всего Чернского до Шептуховки, это 26 километров приблизительно, ну 26,5, где-то так. Ну, в принципе, я не истощился, жизнь хороша. Я сейчас пойду, наберу веток и сухой травы для костра. Так, ну что ж, я сделал небольшую базу, так сказать, чтобы держался шампур мой, который я сделал. И сейчас я еще сушняка поищу и буду уже запаливать. Короче, получилось у меня сейчас костер распалить. Я поставил кружку железную, чтобы сейчас нагрелось. И потом я сделал чайок, а также сейчас я буду уже этот свой использовать шампур, во. Короче, все, я приготовил чай. Сейчас я буду пить. Сейчас попью чайок и буду жарить шашлычки. Кто, кстати, хавает, приятного аппетита. Короче, я попил чайок. Чайок был очень вкусный, даже без сахара. Всем советую, чайок на костре, это вообще класс. Сейчас я еще пособираю травишек немного, так сказать, чтобы уж наверняка, и начну тогда жарить сардельки. Поехали. Так, ну, короче, я уже пожарил сардельки. И сейчас буду хавать. Сейчас я вам даже их покажу. Так, а точняк, чуть не забыл. Я сейчас расскажу вам, так сказать, как распаливать костер, как приготовить на нем как раз-таки чайочек, как я делал. Кто не знает, посмотрите, кто знает, проматывайте. Так, ну, для начала нам нужно найти специальное место для разведения костра. На этом месте не должно быть ни травы, никаких построенных предметов, которые могут загореться, и через которые перекинется, может перекинуться огонь. Если такого места нету, то нужно перекопать любое место лопатой, так сказать, чтобы огонь не перекидывался на траву. После этого нам нужно поискать сушняка, то есть именно сухой соломы, травы. Также нам нужно поискать сухих веток, или, если даже есть такая возможность, или нарубить, или найти сухие прёвы, а также подойдёт сухая кора. Нужно именно сухие, потому что если вы срубите с дерева не сухую ветку, или если наберете влажной травы, то она не загорится. После того, как всё это набрали, нужно разложить это всё. Вот получается, как у меня на картинке. Солома внизу, трава-солома, а вверху уже доски, палки и другое. После того, как вы всё сделали, распалили костёр, нужно, чтобы это всё прогорело, а потом начинаем готовить шашлык, там с радарички, но тоже по вашему усмотрению. Готовим, приготавливаем, хаваем и получаем удовольствие. Чтобы приготовить чай, нужно возле костана поставить железную кружку, именно железную, потому что другие у вас просто расплавятся. Также, если вы готовите, кипятить воду в пластике, это тоже такой себе вариант, так как пластик выбрасывает вредные вещества и можно травиться. Поэтому возле костра ставим железную кружку и ждём, пока она нагреется и начнёт и вода вскипятиться. после того, как вода в кружке вскипятилась, забрать кружку желательно мокрой тряпкой. Не, ребят, что-то я передумал делать заплыв, потому что, как бы, пласт слишком длинный. Я и так подустал немного, мне ещё плюс ехать домой километров, ну, получается, так же 26 километров. Поэтому давайте так, если набирается, короче, если набирается под этим видео 35 лайков, то я делаю заплывчик. Короче, я соскупался, обсох, и уже, думаю, отправляться домой. Поэтому здесь я предлагаю закончить первую часть видео. Во второй части видео я покажу красивые виды, а также будет очень важная информация во второй части видео. Поэтому обязательно залетайте, ставьте колокольчики, чтобы точно не пропустить вторую часть и не пропустить важную информацию. А я с вами буду прощаться, с вами был Степной Путешественник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте идеи для видео. Я рассматриваю все идеи для видео. Также залетайте в мой ВК-инстаграм, добавляю всех, друзья. В инстаграме выходят красивые фоточки, сейчас даже одну из них покажу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!